Ну и еще одна новость для учащихся в вузах. В стране возрождаются студенческие отряды. Чем они будут отличаться от тех, что были в советские годы? И сколько может заработать студент за летние каникулы, выяснил наш экономический эксперт Роман Кирсанов. Это Якутия. Здесь в прошлом году началась активная разработка нового месторождения. На строительство привлекли студентов со всей России. В этом году опыт решено было повторить. В этом году в студотряд приехало 30 человек на данный момент. Ровно столько нам необходимо. Практика показывает, что студотряды сейчас очень востребованы. Очень много желающих. Нам даже приходилось конкурс проводить. Мы принимаем студентов, как правило, с профильных вузов. Потому что понимаем, что мы это готовим, наши будущие кадры. Самое главное, чтобы у него было желание, интерес, стремление. В течение всей смены в студотряде ребята работают и живут на месторождении. В строительных бытовках со всеми удобствами. Занимается малярными работами, окрашивает металлоконструкции, благоустройством территории, помогает при заливке бетона и сварочных работах. Дмитрий Хмелев приехал работать на якутском месторождении из Иркутска. Дорогу до места работы оплатило предприятие. Я узнал об этой вакансии из Инстаграма. То есть, когда листали ленту, увидели объявление и решили подать документы. Быстро нам ответили. Мы занимаемся капитальным строительством. То есть, мы делаем площадку, заливаем бетон. Эксперты объясняют, как и в советские годы, студенческие отряды активно привлекаются для работы на крупных всероссийских стройках, а также для подготовки и проведения масштабных мероприятий, таких как Олимпийские игры или Всемирная универсиада. Кроме того, существуют специализированные отряды для студентов педагогических и медицинских вузов, которые работают в детских оздоровительных лагерях, а также сельскохозяйственные отряды, которые привлекаются для уборки сезонного урожая. В этом году студенческим отрядам России исполняется 60 лет. За это время более 18 миллионов человек прошли через эту школу. Ежегодно это 240 тысяч участников студенческих отрядов из 74 регионов нашей страны. Главный плюс студенческих отрядов в том, что они сотрудничают с надежными работодателями, поэтому в конце смены все студенты гарантированно получают заработную плату. Сколько можно заработать за лето? Как правило, студентов набирают на низкоквалифицированную работу, поэтому размеры выплат невелики в пределах минимального размера оплаты труда. Однако за участие в строительных работах в сложных климатических условиях, например, в том же Якутске, зарплата выше до 50-60 тысяч рублей в месяц. Для того, чтобы попасть в студотряд, как правило, достаточно обратиться в деканат. Во всех крупных российских вузах действуют штабы. Если такой организации в университете нет, можно подать заявку самостоятельно через интернет на сайте организации. Правда, сейчас подать заявку можно разве что на предстоящие зимние каникулы. Все летние вакансии уже разобраны.